здравствуйте приветствую вас на канале сегодня будет обзор сравнения на две новых и две старых модели но это самый топчик соломония одни из самых технологичных и лучше ну лучших не так будем говорить и самых технологичный на вкус как говорится и цвет уже нет короче на вкус и цвет товарищи нет в этом это уже знание для вас это год не год и так далее все ссылки поэт на это вышло на это вышло на этом и на это есть на канале я тоже приложу все ссылки будут в описании голосуем также голосуем то есть чем больше понравилось из всего до этого естественно если вы не смотрели на это все вид видосы зайдите посмотрите вот по ссылкам в описании можете пройти поглядеть если вы уже смотрели постоянно на канале то сейчас будем обсуждать чем они отличаются и я сделаю свой выбор ну как сказать то что мне ближе больше нравится я лично я на мой вкус на короче лично для меня для моей ноги и так далее хейт обзора на этого ничего не будет это все вышло отдельно так что там смотрите там все недостатки в хейт обзорах и плюс конечно маленько юмора так что вот так хейт обзору серьезно можете сильно так не относиться это больше юмор и какое-то какие-то недостатки в той или иной обуви или там другом чем-то и так погнали короче все сказал у нас сегодня на обзоре будем говорить правильно x а про 3d 8 в 8 x а wild x а про 3d и x ультра 3 гортекс а это тоже кстати с гортексом просто уже сейчас x ультра и без гортекса и х про без гортекса нет так как этих моделей уже принципе нет и в этом году их не будет ни 3 x ультры без гортекса не х про тоже без гортекса не будет буду называть все по простому короче сути не менять как я всегда говорю буду говорить ха 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 короче единственно обзоры все есть если прям что-то по x ультры 3 есть и с гортексом если без гортекса обзор и на эту также есть гортексом есть без гортекса то есть можете посмотреть вот это две новых модель теперь мы обсудим чем они у нас отличаются то есть если кто смотрел видео вот это х про ха вайлд и вот это вот х про 3d в чем прикол то есть примерно одна жесткость потому что примерно одна и та же похожа подошва по внешнему виду вы можете видеть что они как бы ну маленько разный вот это из них хавал больше всех и ой больше всех то есть такая более-менее облегченная модель но у ха вайлда не есть гортексом и они есть без гортекса как вот эти сверху идет одинаковая сетка гортекс не гортекс в принципе одинаковая сетка то есть если брать по сетки по сетки вот эта модель поверху сетки у них лучше всех лучше все то есть у их с ультры 3 сетка это здесь с гортексом у нее типа кордуры когда она идет без гортекса там вот такая вот типа сетки такой ну мне поверьте либо обзоры посмотрите короче там совсем другая сетка намного проще и хуже также и икса про то есть ха про у них тоже сетка на которая без гортекса намного попроще и вот это вот она на икса про 3d 8 вот такая сетка то есть по сетке я бы выбрал хавал то есть икса вайлд у них сетка нормальная такая ну прям четко и и просто так не зацепишь и и в принципе в принципе достаточно такая прочная да единственный минус теперь не пара минусы потом сначала плюсы и в какой чё отличается да здесь вот у этих если маленький язычок ну маленький носок да здесь тоже маленький носок сбоку не сильно заходящий да но вот и здесь маленький носок но защита вся пришита вот практически до отсюда да а здесь просто маленький носок и защита она идет вся по этому то вот здесь вот эта резина она и так достаточно далеко заходит прям далеко заходит вот и потом еще плюсом вся эта сетка и и тут немного все залито и это конечно классная защита но если брать именно по продуваемости по продуваемости то по защите короче давайте про защиту а то там уйдем по защиту здесь можно так сказать защита классная но так вот если из этих четырех выбирать вот у этой больше всех защиты у ней так идут сэнсофит плюс носок так заделан то есть она х про старая более защищена потом вот это икс ультра третья она тоже более защищена единственным сетка если летний брать сетка будет другая если брать с гортексом вот гортексом круто с гортексом тоже защита в уровне самое менее защищенное это вот это новая икса про которая вышла за место хопром у ней защиты поменьше все залито здесь накладочки но для облегчения веса то есть по защите самая минимальная это вот это в уровень это вот эти две модели прям в уровень если эту брать с гортексом это тоже с гортексом куд сама тоже защищена по сетке из всех если брать летние то летняя хауай лучше всех по сетке если брать уже весна осень который с мембраны гортекс круче всех сетка это на x ультры третий с гортексом супер круче всех сетка по шнуркам шнурки везде одинаковые везде идет новые шнурки с новой собачкой фиксатором да и также если это иксу и фу вернее если это модели с гортексом везде язычок будет зашит зашит везде здесь 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 уже не зашит потому что эта модель без гортекса но везде есть вот где она все-таки трейловая модель то есть для загорода у них везде есть вот эта сеточка которая предотвращает такие но песок такой песок минимально но вот щебень и всякая фигня сюда попадать не будет за счет ну туда вовнутрь за счет вот этой сетки здесь есть такая же сетка абсолютно по теперь по сеточке это летняя здесь она и так попадать не будет ездить чок зашит по защите по шнуркам по сетке мы разобрались теперь по стелькам по стелькам по стелькам я вам покажу наглядно чтобы прям было понятно как красиво и потом фоточку сделают эту фоточку выложу как аватарку на видео погнали по стелькам здесь стоп чик топчик по стелькам потому что все стельки вот такие желтая вот так вот здесь всё смотрим здесь здесь тоже желтая это x ultra була здесь у нас что здесь желтая тоже это все арта light of sky и стенки И все самые лучшие, которые идут в Соломоне. Лучше их только есть, не то что лучше, есть другие, которые идут прям резина, прям как резина с ней, вот с этим поролоном сплав. То есть все стелечки вот такие. На X-Ultra еще надписка вот такая прикольная, Соломон. На других надписки такой нет. Ну, по стелькам вот так вот там. Пока сюда их сложу, потом. Вот. Стельки все везде одинаковые. Внутри у всех синий материал, то есть без разницы. То есть внутри специальная подкладка типа пена, резина, что-то типа неопрена. Я уже про нее много говорил для формирования стопы. Дальше. Самое у них из всех большое отличие. Если вы хотите, чтобы у вас нога фиксировалась круче, прям четко-четко, то если у вас, возьмем так, чтобы фиксация была, это, конечно, модели X-A, да, не X-Ultra. У X-Ultra все-таки колодка, конечно, классная все, но у этих более лучшая фиксация, прижим, стопы. Ну, вот как-то в них чувствуешь себя, что ты четко, надежно. То есть они в этом плане поинтересней на какие-то нюансы, чем в X-Ultra. Если брать это все для города, без разницы, вообще пофигу. Да, только для тех, кто любит фиксацию, пожалуйста, X-A какие-нибудь берите. То есть вот. По. Дальше. Здесь идет маленько, видите, вот здесь идут проставки. Вот здесь они заканчивают. И в пятке проставка идет. Внутри у ней идет пропил специальный, чтобы при нажиме пятка хорошо, ну, компенсировала, что ли, удар. Здесь уже идет 3D подошва везде. То есть от пятки все проходит вперед. И здесь, ну, вот это все, это специальный пластик для лучшей скручиваемости, стабильности и так далее. То есть идет сложная 3D подошва. Про нее я рассказал в этом видео в сравнении X-A Pro старая и X-A Pro 3D 8 новая. Там тоже можете заглянуть, сравнить. То есть по подошве, если бы я выбирал, я бы выбрал вот эту вот подошву. То есть H-Pro подошву как у H-Pro. Причем выбрал бы подошву как у H-Pro старого. Потому что для меня она более мягче, более как-то, ну, внутри мне в ней помягче, более комфортно я себя ощущаю в старой X-A Pro. То есть, ну, вот так скажем по подошве. Теперь дальше по защите пятки. Ну, вот здесь пятка такая, здесь пятка такая. В принципе, ну, все пятки жесткие. Все три модели хорошо держат пятку. Все три держат хорошо пятку. Прям фиксация идет четко. У всех, у всех четырех моделей идут запаянные в шнурки, в петли. Вот здесь вот запаянные, ну, не запаянные, все сделано через пластмасски. То есть, вы шнурком не источите, не порвете. Теперь минус. Минус такой. Вот где вот такие шнурки, вот отсюда начинаются. Неважно, будет это вот с такой сеткой, то есть с Гортексом. Будет это вот с такой сеткой, то есть с Гортексом сетка. Года три, смотря тоже, как носите, часто, не часто, может быть и стирание вот в этих местах. Да, здесь сетка вообще простая, на летний. Будет и стирание гораздо быстрее. Если у вас еще нога достаточно такая, скажем, большая, ну, не худая, и будет вот здесь в носке плотно сидеть, и стирание будет, ну, чуть быстрее. Здесь, за счет того, что вот это летний X-A-Wile, у них сетка другая, может быть и стирание будет чуть меньше. Но, смотрите, здесь идет запаянные, да, как и всегда, эти оконечки, но они все равно бывают трутся, я говорю, зависит от того, сколько носите. Ну, можете как сделать? Вот здесь его отрезать, ну, вот сюда его примотать. Тогда получится обычный шнурок, и стирания не будет. В этом плане X-Ultra по вот этой вот связке более надежно. Ну, тоже, опять же повторюсь, сколько кто носит. По подошве, да, чтобы вам издалека X-Ultra и все показать. Ну, а, стирка у меня попалась. Вот, по подошве, по-моему, вся одинаковая, кроме X-Ultra, вот так вот все выглядит. Вот такая подошва. Вот этот еще по язычкам сзади, да, вот этот на H-Wile язычок сделан правильно, он большой, за него легко пальцем уцепиться, да. Вот на X-Ultra вот эта вот хрень, ну, не знаю, так, конечно, может, никто и не одевает. Но, когда вот так и петелька такая, это не совсем удобно. Вот. Теперь, самый классный, вот, из что-то, если сказать, что-то из такого прям новшества, да. Мне одна тема понравилась. В других ботинках их, в принципе, нет такого, нету. Вот в этих есть, ну, в новых, может, в каких-то и есть, я еще что-то не смотрел, не присматривался, когда будет, что, присмотрюсь, расскажу. Мне понравилась вот эта фигня. Вот здесь вот, смотрите, вот у меня нога, допустим, да, вы зашнуровались. Блин, так и не знаю. Ну, вот, зашнуровались, чисто, да, вот так. Вот, вам надо сейчас затолкать вот сюда, чтобы шнурки не вылазили. Это мне вот так надо сделать. Потом мне вот так надо сюда, короче, видите, вот это все. Да, хорошо, если вы не любите, как я, сильно шнуроваться, и вы вот так заделали ее туда, спрятали, и это вам на все, ну, практически навсегда до стирки. Будете ногу с помощью ложки толкать, либо так, то есть, вы затолкали все сюда, и все, и ходить. А если вы любите шнуроваться, то есть, постоянно, приходится через эти две петли толкать, не совсем это гуд и удобно. В этих икса тоже все так же. А вот в Хавайлде подумали в этом плане четко. Они сделали в них, вот у кого средняя нога, средняя. Средняя нога, либо чуть уже фиксируется все, и с помощью вот этого язычка, конечно, большой съем не зайдет, потому что здесь вот так на видео вы видели, кто про них видео смотрел, да. Большой, может, съем не зайдет, но, когда зайдет нога, она будет за счет язычка зафиксирована четко и хорошо. Плюс, вот это вот я вам систему, я затянулся, вот так, я вниз опустил его, и карман находится сверху. Я вот это все сверху туда затолкал. Все. Посмотрите, как все просто и хорошо. Все. Ничего не нужно делать, я все затолкал. Вот, мне вот это понравилось. Мне понравился цвет, что они легкие, ко всему подойдут. В принципе, и то, что они мягкие по всей подошве, вот здесь, я не знаю. Вот здесь вот, вроде как, вот, да, думаешь, вот все, 3D. Здесь та же самая 3D, да. Здесь просто зоны какие-то выделены, хотя это один хрен, да. И здесь так же. Ну, вот по подошве, ну, вот они как-то мягче, я не знаю. То ли за счет верха мягче, то ли мне так показалось. Ну, вот колодка у них на среднюю ногу, либо уже среднего, офигенно, классно фиксируется. Вот в этих ботинках именно хабаром, да. Я их видел в разном цвете. Самый цвет тоже, короче, на вкус и что, ну, вот на черном цвете смотрится офигенно. Тоже по петлям я показывал видео, что здесь и петли такие же четкой фиксации, то есть вот, ну, все четко. Но то, что они сделали, что сверху толкаться шнурки, это прям гуд. Это как в D-Max, которые сейчас, вот в следующий год выпускаться не будут. У них тоже сверху заталкивается шнурок. Это удобно, классно и хорошо. То есть я за это как бы голосую. Но, и теперь смотрим выводы. То есть вывод какой сделал. Вы напишите свои, что вам понравилось на вид, если вот прям так в общем. Что я там не сказал, можете спросить. По размеру я вам говорю в отдельных видео сказал. Теперь я могу сказать такое. Что бы я выбрал, как бы, если расставить по рейтингу покупки. Берем так. Сейчас X-Ultra 3 нет. Есть 4, она стоит 11 990, если летняя. H-Pro 3D8, вот оно стоит, стоит 11 500. X-A-Wild тоже, H-Wild, стоит 11 500. То есть получается, H-Pro, оно летнее. А, да, кстати, H-Pro летнее даже не 11, не 12, я вру. Х-Pro, ой, Х-Pro. X-Ultra 4 летнее стоит 10 990. То есть она на 500 рублей дешевле, чем это и чем это. Если брать летнюю. Если брать с Gartex, то вот эта третья до сих пор сейчас есть с Gartex. Она продается 14 000. Четвертая продается 14 000. H-Pro, не знаю, где найдете, стоит в основном 11 12 000. Про эти я сказал. Эти с Gartex тоже 14 000. И эти с Gartex 14 000. Ну, вот и небольшой рейтинг. То есть вы тоже проголосуйте, как вы там по местам составите. За что больше. То есть напишите, что вам из всех понравилось. Там такая или такая. И поставьте по местам. То есть это для вас лучше. Или вообще только напишите то, которое для вас больше всего понравилось. Я могу сказать так. Мне понравилось вот из всех. Как бы представим, что это и это все летнее. Если представляем, что все летнее, грубо говоря. То вот эту я ставлю как летнюю на первое место. Это How Wild. Мне понравилось, что она более-менее и мне подходит. И так облегчена. Цвет нормальный. Лишнего в ней ничего нет. Я ее ставлю на первое место для себя по рейтингу. Потом на второе место я ставлю вот эту вот. Икс Ульстра. Третья. Мы про третью говорим. Не про четвертую. Тоже летнюю. А если летнюю брать. Ну, блин. Если летнюю брать, все-таки, наверное. Вот Хапро летнее. Я ставлю на третье место. Старое. Потом ставлю вот это Икс Апро на третье место. Это на второе. А это на четвертое, если летнее брать. Если брать с Гортексом, вот это первое место. Вот это с Гортексом второе место. Вот это Икс Ульстра. Хапро 3D. Это третье место. И это с Гортексом Хапро 3D8 четвертое место. Короче, вроде все вам по рейтингу даже составил. Про каждую модель смотрим отдельно. Ссылочки в описании на каждую модель. Так что поддерживайте канал. Ставьте лайки. В сообществе сейчас я выставляю фотографии. Под определенный фотографий пишу, сколько надо пальцев вверх. Чтобы я ее заснял. Так что участвуйте в жизни канала. Всем пока. До новых встреч. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok